тяжело так друзья всем привет у нас в конце концов началось все уделяем время сейчас сюда цель сарай пришло время все мелкие работы поробили все таке что самое горячее поробили и как я и сказал начинаю заниматься цим сараем на что я купил купил рулон пленки пленка получается рукав рукав 3 метра но если его распустить будет 6 метров цельной пленки то есть она получается если в распущенном виде 6 метров на 50 метров я взял чтобы зерновую группу загружать на пленку на здорово и так же чтобы накрыть случае там дождя чи чего и так же хочу от нее отрезать кусок сюда постелить перед заливку під заливку чтобы не так проходила сеча моча вода не впитывалась землю чтобы держалась а тут а как в бассейне своеобразном то есть сначала хочу пленку отдала их сюда покажем самое главное же уже начали цим заниматься вот сюда сейчас хочу поставить пленку потом зверху застелить по цим аж для пушками ось бетонами за то что тут был он под клетками осяцем а гладким до пленки полностью разложу и потом делаем стяжку сантиметров семь восемь ну там без разницы воно цель нагрузки тут ниякой немає чисто як басейн для жидкости и будем заливать короче а так пленку может кому надо ось а так покажи век тощина 80 мкм ну там микро короче я не знаю ширина 6000 миллиметров то есть 6 метров длина довжина 50 метров площа покрытия то есть всего и в ней 300 метров квадратных самой пленки я взял потому что внув часто бывает куча пшениця лежать и начинаем дождик находи и начинаем бегать или резко заносится все короче не накрыть ничего так у них здоровых кусков нема есть агрильские там пленки тента ну то не те так цельным накрыть камушками по бокам придавил и все так же я розібрав полностью лестницу усил ось один швеллер освободил и другий швеллер освободил и так же уголок получилось у меня чуть больше десяти метров швеллера вчера я подивился швеллер десятий усиленный пятьсот восемьдесят гривень метр я снаризал больше десяти метрів то есть тысяч шесть уже не надо тратить и уголок тоже бонусом це все піде сюда так же понавырезав сами ступеньки уже тут цветок поставил на них ось тут получается ну багатенько ступенек штук 15-16 и получается д металл четверка а есть пятерка то есть каждая ступенька но в основном пятерка но попадалось вася к цель четверка а це все пятерки то есть металла листового и вместе с уголком тоже мне хватает на багато допустим кормушку корито сварить еще что-то и так же корито сюда на щелеви поварить долго будут работать сейчас распускаем пленку вырезаем застеляем и начинаем от има этими коржиками застелять саму пленку распечатываем пленку перед тем как распечатать пленку у меня есть миск мий хоз хоз ножик он такой ну тупый у меня есть вот такая специальная точилка кстати у нас на канале вот такие точилки скоро появляются тут чем мне она нравится во первых первое отделение точи чуете как другая отделение доводка средняя я в одну сторону тика точил а третья нулева доводка ух ты ё-моё як бритва ось скільки я сделал манипуляций дуже мне нравится це есть в домашних условиях в рабочих а так на кухне незаменима вещь а если работа с мясом там уже и профессиональный ножик для разделки и мусат ну то отдельные ролики там уже отдельные рассказы ось я підточил сейчас вам его покажу на бумажке як я его подвил сейчас секунда дела бумажку десь найду не выключайтесь ось запустим бумажка сейчас покажу як вот эта точилочка доводи нож ну я если честно сам что-то нам же давненько у нас оце я підточил нато ще на нулевой підвести воно гостро ну неудобно короче риже хорошо риже острый нож так распечатываем пленку чи действительно 3 метра рукава а распуска 6 цельно ну спрашивал продавца да а я хорошо риже ножичок ведь так скотч смотанный скотч в кучку бару легким прижатим раз и все Та хай я сейчас тут, ось, вон она, цельный рун. Если честно, у меня такой не было, ну можно купить у нас в магазине, ну 1,5 метра. Ты что, я ризнул тут? Йо-моё! Ого, так легенько. Можно было купить, ну в магазине она такая ширина, я распускаю, что она максимум 3 метра. А тут 6 метров. Сейчас отделю, у меня получается сарай 4 на 4,5. Значит, разрезаю 4 метра, а так будет 6. 4 метра надо разрезать. И распустите. 4 метра, а так 4,5, ну будет получается 6. Сейчас отрежем и все. И будем застылять. Режем 4 метра, а так примерно 4, не прям там 2,80, 2,90, то есть 3 метра. И вот где ножик. И вот где ножик. 4 метра. Вот оно получается. Вот. И все, отрезаем. 4 метра. 4 метра. Рукав. Да. 3 метра. Рукав. А в распущенном виде 6. Все правильно. Все правильно. Все правильно. А в распущенном виде 6. Все, теперь распускаю. Вот. Ее, получается, рукав пополам. А ну вот там начальный хвостик. Во. Есть 3 метра. Раз. Два. Три метра есть. Ну, все получается, типа, как для теплиц такая ширина и где для этих, как он, мульчу, мульчу, ланячи. Оп. Все. 6 метрово. Если вот так нам, допустим, даже 6 на 6 уже кучку можно накрыть. Правильно? 6 метров отрезать и получится квадрат пленки цельный 6 на 6. 36 квадратов. Да. Все правильно. И она такая, ну, не тонкая. Обычная пленка хорошая, как и в стройматериалах у нас, как мы и попривыкали усе. Ось, вот я отрезал 4 метра. Ширина, да, 6 метров. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Да. О, так понятно. О, так понятно. Ось, высыпай машину, да. Ну, если теме 4, а так 6 отрезать, с головой хватит. Да. Да, действительно. Все. Ого. Вот солнце аж горячее уже стало. Все, теперь туда на застилку. Ох. Ой, сразу. А так. Мне надо четыре. Сюда. А в длину шесть. Сейчас все разложим. И все. И все. Зверху легенькая заливочка. Після заливки, ну, штробы видавлю в скрым или жидким стеклом, или там какой-то гидромастикой, не знаю, какой-то, короче, мастикой в скрым, можно сказать, будет щелевый. Я щелевый кину, потом я уже потолок. На потолок у меня куплять ничего не надо. Материалы есть. Ну, там кроме пенопласта. Тоненького. Ботовский десятка у меня есть на фронтоне. Двери пока закрыть. Никто не ходит. О. Пожалуйста. И потом в середину, подвернем, что обрежем на лишнее. Бо на шею уже в распущенном виде. А нам надо только вот так. О. А нам надо только четыре с половиной. И тут так же самое. Аккуратно тянем вот так. Опа. Есть. Ну, и сам тут вот туда заворачиваю. О. По-любому, чем меньше оно будет впитывать, что в стены, что в самоземлю, тем лучше будет для этой ванны навозной. Потому что жидкости очень много. Они в день выпивают. Очень много воды. А вся вода куда уходит? В ванну. То есть получается больше воды, чем густых отходов от них. И тогда выкачивать будет легко. А если из внимания опустить этот момент, даже перед запуском наливать там сантиметров десять води на всю ванну. А потом их запускать, чтобы падал уже, падал навоз в ванну. И он потом будет прилипать, но если оно сухое. И очень густые его тяжело будет выбрать. Потому что сам бетон, он все равно имеет свойство впитывать у себя воду. Как бы там не бетонировать. Жебековский бетон, или сам опальный, все равно оно впитывает. И получается потом проблему, с которой сталкиваются, выкачать нереально. А если все так будет залито на пленочку, оно по-любому не просочится. Края жидким стеклом, а сколько хорошо эти края сделаем, то будет, я думаю, нормально. Сюда будет опускаться насос перед выкачкой. Ну вот тут ямка, я тоже тут все оброблю. Перед выкачкой все бултихается именно в этом районе. А потом постепенно будет идти на выкачивать. И перед насосом будет взбультихаться. Ну то есть будет нормально, как я думаю. А там? И если мне очень понравится щелевый пол, вот это как тут, то тогда, я думаю, что возможно еще один щелевый пол появится через годик-два. Если понравится. А может мне этого хватит. Этого и називом по-любому здоровый сарай запускать еще на корм, потому что, чтобы там теплее было. Ось, пожалуйста. С ножиком вырежу ямку цю. И как хорошо. Ну а это, наверное, как вырежем, пригодится куда-то, да? Чтобы не подворачивать его, не выкидывать. И дальше беру камушки. Вот, допустим, с этого угла уже можно и начинать. Ци камушки, они были тут, а на клетках. В клетках залыте под деревянными полами. Мы их сохранили. Вони тут не будут валяться, их надо куда-то использовать. Вот я и беру, допустим. Дивлюсь, ага, камень. Вот такой вот. Ну да, ось. Плескатенький, тонкий. И, кстати, бетон очень хороший. Тестюха голова вообще при Советском Союзе. И вот так вот выбирать. Ну, это я пока видео, то я сам выбираю. Так же мне кто-то будет подавать сюда. Я там уже буду раскладывать. Богдана позову. И Вика будет помогать. Какие маленькие камушки. И вот теперь, примерно, наготовил. Тут, чтобы в эту яму не упасть, потому что пленка была закрыта. Наготовил. Цим некрасивым я положить буду вверх. Потому что его потом водой обелим. И воно... Бетонировка зверху все накрие. И начинаю выкладывать. Вот так вот. Чтобы при бетонировании... Вот так. Воно гладко не повредить пленку. А зверху ми потім все стяжечкою заведемо. Буде красиво ровненько. И пошел по накатанной. Вот так. Опа. А где там маленькие эти? Ну маленькие повкидываем. И все. И вот примерно такого типа все делается. Меньше пиде раствора. И сам раствор лягатим уже на готовые вот такие пятки. То есть точки опоры уже здоровые будут. То есть самому раствору уже будет легче. На него нагрузки будет меньше. То есть вот раствор, к примеру, я кусочек этого раствора, он уже стоит на пятки. На точке опоры. Башмак. Як автокран. Выжимается на четыре аутригера. И под него кладем лапу. Металлическую или деревянную там такую подушку. 60 на 60. И он здоровый кран выжимается только на четырех точках опоры. Четыре пятки. Точкой опоры. И он выжатый работает. Сам 20 тонн. Еще и бери груз. Там 15, 20. По разному. Ну примерно так. Сейчас маленький примерно положу. Покажу тоже как будет. И сейчас мы, ну это уже как выключу видео. Все так аккуратно выложим. Не спеша. Я поеду, куплю цемент. Я хотел сегодня цемент взять. Мы спросили. 300 грн. Мешок, да? Маленький. Маленький 150. 300 маленький. Да не может быть. А 150. Маленький 150, здоровый 300. Примерно мешков 5, наверное 6. Я думаю мне хватит. И зальем. Тут не много на самом деле работы. Просто надо заняться. Если заняться. Вот примерно такие вот. Маленькие сейчас будут идти у нас. Вот такие. Их тоже. Хтось скажет. А ты можешь побить. И типа как щебень на раствор. То будет не так. А так если я выложу. Вот так. Вот так. Вот так. И люди купаются. Вода на уходы. Вода уходы там. И уходы там постоянно. Поэтому. И делать. Обтягивать специальной пленкой. Весь каркас бассейна. Потом опять там. Там плитку кладут. Ну уже как там пленка. То есть. Спасет. От проникновения воды. Только пленка. Так. Короче. Такие дела. Ну вот так. Метод показал. И. Сейчас еще надо ямку вырезать. Бо чувствую. Что можно вот так и нырнуть. И клюнуть сюда. Карасиком. Питы. Надо вырезать. Чтобы видно. И положить какуюсь дверку. Я так не спеша. Не спеша. И все сделаем. Что друзья. Всем спасибо за внимание. Показал. Рассказал. Ну следующее включение. Уже. В следующий ролик. Покажу. Что сделали. И как. Ну а потом. Потом поднимемся выше. Тута. И пойдем. И пойдем. Вверх. Всем спасибо за внимание. Всем пока.